Всем привет! Каждый день команда Универ Ньюз готовит для тебя порцию свежих студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. О возможностях Казанского университета рассказали министру сельского хозяйства. В IT-лицее КФУ представили проекты по робототехнике. Ждать ли эпидемию гриппа расскажут наши эксперты. Научные проекты Казанского федерального университета интересуют как компанией, так и правительство Республики Татарстан. Именно поэтому в КФУ с визитом прибыл министр сельского хозяйства. Подробнее об этом в нашем сюжете. Казанский федеральный университет посетил заместитель премьер-министра, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов. Гостя встречал ректор Ильшат Гафуров, а также проректора Казанского федерального университета. Визит начался с посещения Института фундаментальной медицины и биологии, а именно научно-образовательного центра фармацевтики. Марата Ахметова ознакомили с работой ученых в направлении медицины животных. Так, например, ему рассказали о разработках специалистов университета, которые поставили на ноги лошадь серьезной травмой в кратчайшие сроки. Также министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан посетил лабораторию Института экологии и природы пользования Казанского федерального университета и ознакомился с разработками ученых в направлении сельского хозяйства. После обхода здания университета состоялся семинар о перспективах развития сельскохозяйственной науки в КФУ. На ней ректор Ильшат Гафуров рассказал гостю о структуре университета и взаимодействии его подразделений. Чем мы отличаемся от других? Дело в том, что у нас эта система распределенная. Посмотрите, в химическом институте у нас есть специальные кафедры химической медицины, НОЦ, фармацевтика в составе. Сам НОЦ, это научно-образовательный центр, он тоже достаточно большой. То есть там огромное количество кафедр и лабораторий задействованы. В институте физики и так далее, в инженерном институте мы занимаемся медицинскими инструментами, медицинскими приборостроениями и так далее. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. Учащиеся IT-лицея КФУ представили Ильшату Гафурову новые проекты в области робототехники и серии «Умный город будущего». Подробности в нашем сюжете. Казанский федеральный университет имеет в своей структуре два лицея. IT-лицея и лицея имени Лобачевского. Оба по версии крупнейшего рейтингового агентства «РАЭКС», анализирующего качество образования, более 44 тысяч школ, находятся в сотне лучших в стране. 29 января учащиеся IT-лицея КФУ представили Ильшату Гафурову новые проекты в области робототехники и серии «Умный город будущего». Некоторые из них собираются здесь же на базе плат от эффективно-аппаратной программной платформы для проектирования и создания новых устройств «Аульвина». Некоторые предоставлены в виде готовых конструкций и набора деталей ведущими производителями. Но то, что попадает в руки юных изобретателей, сразу приобретает новый смысл и вид. Нешаблонное мышление ребят позволяет видеть новое применение в уже известных вещах. Характерно, что тематика проектов, продемонстрированных ректору в лицее, уже имеет свое отражение в исследованиях ученых нескольких институтов КФУ и являются приоритетными для страны. Само по себе, просто составление программ сегодня не очень интересное. Нам нужно, чтобы вы работали в области биомедицины и, может быть, в других смежных областях. Понятно, да? Вот сейчас я рассказываю вашим ребятам, коллегам, мы создаем виртуальный полигон для КАМАЗов, для беспилотников. Уже не так, как в фильмах показывают, беспилотник ездит, его мониторят по трассе. Трасса километров, может быть, 30-20. И у нас сейчас также мы испытываем беспилотный КАМАЗ. Это будет большой ангар, где будет все это виртуализировано, и у человека, сидящего за рулем КАМАЗа, будет иллюзия, что он вообще сидит и ездит, а все вокруг него меняется. Но это намного дешевле, чем строить эти полигоны. Завершая встречу, ректор КФУ, Ильшат Гафуров предложил директору IT-лицея Тимирбулату Самерханову расширить возможности творческой инженерной деятельности воспитанников и пополнить методические комплексы новыми разработками. А самих лицеистов пригласил посетить научные лаборатории университета, в которых ведутся смежные с инженерной деятельностью исследования. Диана Шилова, Универ-Ньюс. О новостях развития медицины Казанского федерального университета вам расскажет наш корреспондент. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров презентовал президенту Татарстана Рустаму Мениханову систему виртуальной хирургической операционной. Демонстрация новых возможностей ВУЗа состоялась во время коллегии Министерства здравоохранения Республики Татарстан. С помощью этой операционной будущие хирурги смогут начать работу еще до настоящих операций. Разработка создана благодаря технологии виртуальной реальности. Президенту Татарстана предложили стать на несколько минут виртуальным хирургом и начали симуляцию операции. Виртуальная лаборатория разработана совместными усилиями медиков и программистов Казанского федерального университета. Ректор Кафу Ильшат Гафуров провел совещание, посвященное развитию биомедицинского кластера университета. Заседание состоялось при участии главного врача университетской клиники Альмира Абашева и проректора по биомедицинскому направлению Андрея Киясова. Основной темой стал оперативный обмен информацией между лабораториями университетской клиники институтов КФУ и создание единой информационной системы. Также был поднят вопрос о подготовке совместной дорожной карты клиники института. В рамках этого вопроса участники встречи обсудили повышение квалификации и переквалификации врачей и эффективность образовательных программ. Артем Тупичкин, Универньюз. Немецкая нефтегазовая компания Винтерсхал посетила институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. О том, какие вопросы обсудили в рамках встречи, смотрите в нашем сюжете. 30 января институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета посетила крупнейшая немецкая нефтегазовая компания Винтерсхал. В ходе визита делегации рассказали об основных направлениях, реализуемых в Казанском университете. Оснащенностью института геологии и нефтегазовых технологий КФУ и приоритетном направлении ЭКОНЕФТЬ. Основной целью визита немецкой нефтегазовой компании Винтерсхал стало обсуждение совместного проекта с Казанским университетом по поверхностно-активным веществам и полимерам. Итоги 2018 года в сферах деятельности Елабужского института Казанского федерального университета были подведены на расширенном заседании ученого совета. Подробности расскажем в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ состоялось расширенное заседание ученого совета, на котором директор учебного заведения Елена Мерзон выступила с итоговым докладом за прошедший 2018 год. Были подведены итоги во всех сферах деятельности ВУЗа, отмечены наиболее яркие достижения профессорско-преподавательского состава, озвучены экономические показатели, а также определены планы по дальнейшему укреплению позиций Елабужского института. Инфраструктура Елабужского института пополнилась новыми спортивными объектами. Построенные при поддержке ректора КФУ Ильшата Гафурова спортивная площадка и лыжная база стали излюбленными местами активного отдыха для студентов. В 2019 году Елабужский институт КФУ продолжит работу в рамках приоритетного направления учитель 21 века, целью которого является своевременная адаптация педагогического образования к вызовам нового времени. Валерия Муратова, Универньюз. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости гриппом ОРВИ. Грозит ли эпидемия гриппа Казани узнаем в следующем сюжете. Эпидемиологи бьют тревогу. За неделю вирус гриппа охватил четверть регионов страны. Во многих эпидемиологический порог превысил допустимые значения, но в целом пока еще ситуация не вышла из-под контроля. О том, какая ситуация с ОРВИ в республике Татарстан, нам рассказали в университетской клинике Казанского федерального университета. Небольшой рост ОРВИ идет, конечно, рост есть. В основном это подвержены заболеваемости группы риска, так называемая. Сюда входят студенты, медработники, работники образования, то есть те люди, которые по своей роду действенности встречаются с большими группами населения. Но эпидемия гриппа еще не начинается, она начинается резко. Но то она и эпидемия, что случается в три дня. Напомним, что осенью 2018 года в университетской клинике Казанского федерального университета была проведена вакцинация от вируса гриппа. Ежегодная вакцинация разрабатывается каждый раз специально с учетом активности штаммов в предыдущие годы и появления новых версий возбудителя заболевания. Однако это не значит, что привитый не может заболеть. Он перенесет болезнь в легкой или средней форме. Прививка от гриппа отличается от других профилактических прививок. Во-первых, ее делают по эпидемическим показаниям, когда перед эпидсезоном. И она направлена на то, чтобы снизить заболеваемость и не дать развиться тяжелым случаям и осложнениям от гриппа. В целях защиты от вируса рекомендуется сократить посещение мест массового скопления людей, пользоваться медицинскими масками, мыть руки, держать в чистоте свои гаджеты. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!